Последнее время действия Российской Федерации на Украине привлекают внимание международного сообщества, вызывая обеспокоенность и осуждение. Особенно остро стоит вопрос о проведении России президентских выборов на оккупированных украинских территориях. Такие шаги со стороны Москвы рассматриваются как нарушение основ международного права и устава ООН, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины, а также причиняющие страдания мирному населению. Реакция на действия России в международном сообществе выражается через заявления высокопоставленных официальных лиц и представителей ООН, которые осуждают нарушение принципов устава ООН и международного права. Проведение выборов на захваченных территориях вызывает сомнения в их легитимности и прозрачности, подчеркивая проблемы принуждения и запугивания избирателей. Это обостряет изоляцию России на международной арене и может привести к новым санкциям, углубляя уже существующее экономическое и политическое давление на страну. Возможные последствия таких санкций могут оказать серьезное влияние на экономику и международный статус России, усугубляя ее изоляцию и снижая привлекательность для международного бизнеса. Несмотря на потенциальный внутренний ралли-эффект вокруг правительства, дальнейшие санкции могут только ухудшить экономическое положение страны и ее отношения с международным сообществом. Однако ключевым моментом в данной ситуации является роль Совета безопасности ООН, который, несмотря на ожидания, по сути не предлагает конкретных мер, кроме риторических осуждений. Фактически, Совет безопасности, предназначенный для поддержания мира и безопасности, сталкивается с серьезными препятствиями для действий из-за вето и политических разногласий между его постоянными членами. Это подчеркивает ограниченность механизмов ООН в решении глобальных кризисов и вызывает вопросы о необходимости реформирования международных институтов для более эффективного реагирования на международные вызовы. Таким образом, перед мировым сообществом стоит сложная задача – реагировать на нарушения международного права, защищать права и безопасность Украины, при этом искать пути к мирному разрешению конфликта. Важность дипломатии и диалога не может быть недооценена, но эффективность международных организаций, таких как ООН, остается под вопросом, что подчеркивает необходимость их реформирования и поиска новых подходов к мировой безопасности и стабильности. Продолжение следует...